Приветствую любителей военного ремесла! Вся эта история с массовым сливом информации про Warcraft 3 Reforged все больше и больше напоминает злую шутку от Blizzard. Недавно вышел патч для беты размером 250 мегабайт, и там есть много чего нового и интересного. Например, вели новый голос для Архимага. Тебе нечем заняться? Я найду. Твоя возня мешает мне сосредоточиться. Если ты не оставишь меня в покое, я превращу тебя в безмозглую овцу. Я не собираюсь тратить ману на всякую ерунду. У меня есть дела поважнее. За Даларан! Требуется моя помощь? Что на этот раз? Говори быстрее. Да? Жду не дождусь. Превосходно? Как скажешь. Ладно. В бой! Во славу магии! Инфурии Фрастарис седа! Он полностью повторяет реплики предыдущего, однако не факт, что это именно Архимаг. Может, это голос, например, Антонидаса. Вот сиди и думай, это Blizzard потроллили на нас своим Заталаран! Или компания услышала гнев сообщества и быстро все переделала. Очень сомневаюсь в последнем варианте, если честно. Интересно, озвучивание Артаса тоже финальное? Или как? Посмотрите на эту новую восхитительную картинку с чит-кодами Warcraft Reforged. Режим бога Alt F4. Blizzard, какие же вы смешные! При этом новый патч выключил возможность игры в офлайн-режиме, так что больше в бету не поиграть. Однако, судя по всему, в игру добавили новые элементы интерфейса в очень широком разрешении. Новые музыкальные треки, новые модельки, ну и так далее. Модельки нежити и ночных эльфов тупо убрали, чтобы они оставались в секрете. Рок-группы мы уже видели раньше, но именно в последнем батче обновили музыкальную дорожку. Хитрые датамайнеры все же пытаются доставать контент, модельки и тестировать всякие штуки. Как я говорил ранее, все это не финальные версии, так что давать однозначную оценку рана, но все же какое-то абсолютно базовое представление уже можно формировать. Например, Дренеи теперь уже не дикари в палатках, у них крутые здания и сами по себе они выглядят достаточно внушительно. Вообще, про разнообразие моделек я уже говорил. Вот, например, этот нейтральный скелет. Все уникальные. В оригинале все его вариации выглядят одинаково, меняется только размер модели и цвет. А тут все разные, еще и анимации разные, у всех свои скелеты. Правда, такое внимание к деталям не касается абсолютно всего. Например, эти ребята выглядят примерно одинаково. Но не мурлоки, мурлоки получились очень крутыми. Раньше я рассказывал о том, как датамайнеры включают карты компании как кастомные карты. Также они стараются попробовать стандартные кастомные карты, например, Dota All Stars. Видимо, из-за обилия сложных скриптов и механик, Dota не хочет работать на этой слитой версии Reforged. Также нет многих моделек. Однако примерно можно понять, как будет выглядеть карта в обновленной доте. Blizzard говорила, что на релизе любая кастомная карта, которая не использует внешние данные, сможет легко быть переведена на обновленную графику и запущена на Reforged. Так что Dota All Stars должна работать прямо на релизе. Готовьтесь. А в целом, нам теперь нужно ждать BlizzCon. Осталось чуть больше недели. Blizzard уже анонсировали звездный час Warcraft Reforged на главной сцене. Переизданию уделили всего лишь 45 минут. В полное часа 2 на 3 ноября разработчики расскажут обо всем, что они сделали за все 3 года разработки. Правда, времени мало. Интересно, как они успеют все сделать. Скорее всего, какой-то информационный ролик сделают или что-то в стиле. Как думаете, на BlizzCon будет полноценный релиз или анонсируют бету? Или вообще ничего не будет? Правда, я напомню, что видные представители сообщества, вроде комментаторы Back to Warcraft и Grabby, ну и многие другие, были приглашены. Так что, в теории, что-то должно быть. Наверное. Также, скорее всего, в Reforged дадут поиграть всем желающим на самом BlizzCon. Warcraft 3 перенесли в отдел Blizzard Arcade, где среди всего прочего заявлено бета Warcraft Reforged. Надеюсь, что там будет не миссия с Тратхольми, а что-то другое. Какие у вас вообще ожидания от BlizzCon, друзья? Я вот надеюсь, на какой-то шоу-матч между профессиональными игроками было бы очень круто посмотреть на подобный контент. Плюс хочется, чтобы рассказали про потенциал нового World Editor, потому что вокруг этого будет строиться ливийная доля успеха в Warcraft Reforged. Вот как-то так. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Удачи в плавании. Субтитры сделал DimaTorzok